Привет! Давайте сегодня быстренько слепим маску очищающую для лица, которая пригодится в любых условиях, кроме того, что она будет очищать, она будет еще и увлажнять кожу. Пару лет назад была дико популярна черная маска для лица, но состояла она в основном из клея ПВА и непонятных субстанций. Поэтому давайте мы сегодня сделаем маску, которая состоит из черной глины. Да, она такого серого цвета, не очень презентабельного, но все же. Добавим мы туда витамин Е, добавим мы туда миндальное масло, масло чайного дерева и кетон малины. Кетон малины мы сюда добавляем для того, чтобы он сузил наши поры и сделал лицо здоровее. Щучки будут розовые, а улыбка шире. Итак, мы добавили 3 ложечки глины. Я думаю, что я добавлю и 4. Мне этого мало. А сейчас сразу же после этого мы добавляем небольшое количество на глаз, примерно треть чайной ложки витамина Е. Мы его туда добавляем. Дальше мы берем нашу любимую минзуку, наливаем туда быстренько масло. Я предлагаю добавить туда 2 чайных ложки масла. Так, в эти 2 чайных ложки мы добавим кетон малины. Опять же, добавляем примерно 1 грамм. Большего нам не надо. Перемешиваем кетон малины в масле. Тщательно. И опять выливаем это все в стакан. Еще сюда я хочу добавить пудру апельсина. Клевая такая штука, которая тоже хорошо действует на кожу. Опять же, улучшает ее нафиг циркуляцию. Пудра вылетает. Сейчас мы видим по ощущениям, что в маске очень мало масла. Еще 2 чайные ложки. И опять это все тщательно перемешиваем. Благодаря тому, что в маске содержится черная глина, она не даст маслу образовать пленку. То есть она будет лишний жир все равно абсорбировать. И это на самом деле очень удобно. Мы сейчас получаем текстуру не очень обычную для маски. То есть она будет все равно не кремовая текстура. Она будет такого текстура мокрого песка. Если вы захотите сделать ее более кремовой, в момент использования добавьте туда воды. И она станет у вас более податливой. Итак, мы вымешали такой мокрый песок. Так, давайте добавим чайное дерево. Я предлагаю 8 капель. Отлично. Чайное дерево у нас будет заживлять разные воспаления. Итак, мы получили текстуру вот такого песка. Вот текстура. То есть почти вулканический песок. Если мы возьмем его руками, то увидим вот такую необычную текстуру. Вы можете добавить чуть-чуть воды, и тогда маска у вас будет податливее. Но воду добавляйте прямо перед использованием. Почему я не использую сюда водные фазы? Для того, чтобы мы не добавляли консервант. Если мы не добавляем консервант, значит мы не добавляем водную фазу. Все просто. Для упаковки предлагаю использовать совершенно необычный вид. Это пакет. Внутри него фольгированные основания. Если вы увидите, они сейчас у нас есть в продаже. Вот такие пакетики с фольгированным основанием. И с замком зип-лок. То есть он надежно защелкивается, чтобы маска не высохла. И переложить в этот пакет очень удобно. Но при этом такой пакет не будет занимать лишнего пространства у вас в ванной. Видите? Масочка. Любую наклейку можете даже маркером подписать. Вот такая маска для лица у вас готова. Вот и все.